Необходимость реформы назрела давно, утверждают в ведомстве. Сегодня в России на одного пенсионера приходится два работающих человека, а в Оренбурге каждый третий на заслуженном отдыхе. По статистике, количество пенсионеров ежегодно увеличивается. После оформления пенсии в течение определенного периода так называемые молодые пенсионеры, это более 50%, продолжают работать. В прошлом году мы оформили на пенсию где-то около 32 тысяч граждан. Но это имеется в виду пенсии по старости. Я не говорю про другие виды пенсии. Главная цель реформы – это повышение размера пенсии и индексации выше инфляции. На сегодня средний размер составляет около 13 тысяч рублей. Увеличение возраста позволит увеличить размер выплат неработающим пенсионерам на тысячу рублей в год, говорят специалисты. В последние годы такая прибавка составляла около 500 рублей. Законопроектом предусмотрено поэтапное повышение трудоспособного возраста. Предусматривается такой длительный переходный период. Для мужчин с 19 по 2028 год, то есть где-то в течение 10 лет, а для женщин с 19 по 2034 год, то есть в течение 16 лет. Первый этап затронет мужчин 59 года рождения и женщин с 64. Реформа предполагает, что представители сильного пола будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины в 63. Переход планируется осуществить с 1 января 2019 года. Изменения пенсионной системы не коснутся тех, кто занят во вредном и тяжелом производстве в Оренбурге. Это такие предприятия, как завод хромовых соединений, машзавод «Уралсталь». Тех, кто не заработал пенсионного стажа, могут претендовать на социальное пособие. Женщины с 68, мужчины с 70 лет. Ольга Энгельс, Игорь Бероев, Новости дня.